Коллеги, рядом со мной Марина Тарнопольская, контакт InterSearch Russia. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о компании. Наша компания занимается подбором топ-менеджеров, это Executive Search для как раз компании ритейла, и не только ритейла. Ну и на самом деле, какой может быть подбор команд, если ты не занимаешься оценкой и развития. Поэтому сейчас как раз на нашей сессии, я думаю, мы об этом теме очень активно говорили. Сразу, конечно, хочется перейти к бизнес-сессии. Расскажите, какие были темы подняты, какие вопросы обсуждались? У нас на самом деле очень были интересные темы, мне кажется, актуальные. И судя по тому, какой отклик мы получили, наверное, очень чистосердечные. Потому что это самое ценное, чтобы со сцены говорили то, что реально думают, и не красивое слово, а то, что реально происходит. Мы обсуждали с генеральными директорами компании о том, что нужно делать сейчас лидеру, топ-менеджеру в период таких странных, очень нестандартных, неготовых перемен, к которым мы сейчас находимся. И как им управлять компанией, как им руководить для того, чтобы компания, во-первых, с целью осуществлялась, и для того, чтобы, в принципе, компания как-то могла выжить. И это, на самом деле, очень непростой вызов лично для них, но и, на самом деле, для самих топ-менеджеров. Скажите, пожалуйста, кто-то был на этой сессии, кому-то посчастливилось ее слышать воочию, но кто нас будет смотреть позже в интернете, давайте, может быть, какие-то ключевые моменты, может быть, которые освещались, и, может быть, в споре рождалась какая-то истина. Ну, здесь есть самых, наверное, таких интересных моментов, что, не сговариваясь, все представители компании, именно генеральные директора говорили, что для них самое важное было это то, в каком ресурсе находится их команда. И для них было очень важно почувствовать каждого человека, найти минутку времени с каждым в отдельности поговорить, ну и предпринять какие-то усилия для того, чтобы привести в ресурсное состояние людей, потому что неважно, чем компании занимаются, люди — это основное, кто вообще создает какие-либо стратегии бизнеса и придумывает вообще новые логистические пути, новые условия закупок, ведут новые переговоры. Если люди находятся не в ресурсе, то ничего не получится. В общем, гендиректора верят в своих людей, но понимают, что им нужна сейчас больше именно моральная поддержка, чтобы те почувствовали себя в своей тарелке, вышли в ресурсное состояние и при этом принесли еще больше пользы своей компании. Да, совершенно верно. На самом деле, это не просто так дается, нельзя сказать «будь в ресурсе», это невозможно, как бы. Для этого, на самом деле, существуют разные, как бы, методы, как раз рассказывал Денис Томашевский, например, очень интересно рассказывал о том, что они в своей компании делали такую стратегическую сессию, где позволяли людям пережить, как бы, и прожить, как бы, сложность в период неопределенных вещей, которые происходят с ними лично, как бы, да, и вот прожить на своем собственном, как бы, опыте. И на второй части стратегической сессии они, на самом деле, создавали какие-то уже новые, как бы, действия, новые продукты. Ну и, конечно, другие коллеги рассказывали про то, как важна сейчас коммуникация, что коммуницировали достаточно очень активно, как бы, часто, постоянно делали письма от акционеров, постоянно встречались. Вот, Андрей Чечин рассказал, что он в своей команде просто, не просто проходил, как бы, свой кабинет, а каждое утро проходил длинным путем через весь, как бы, офис для того, чтобы увидеть лица людей, о том, чтобы поздороваться, спросить, как дела, как бы, почувствовать настроение, как бы, команды, компании. И, кстати, тоже, как бы, один из таких ключевых моментов, долго обсуждали, на что лучше потратить средства компании, на увеличение, как бы, притока покупателей или же на то, чтобы сделать стратегическую сессию для компании. И, в общем-то, поняли, что стратегическая сессия для топ-менеджмента, для команды оказалась более важной на сегодняшний момент, потому что в районках нее могут родиться нужные идеи, и это позволит моделировать людей и вывести их совершенно на другой, как бы, уровень. И это, мне кажется, как бы, очень круто, как бы, и интересно. Это реально очень круто и очень интересно. А самое главное, что гендиректора думают о моральном составляющей своих подчиненных, тем самым, как бы, еще делают больше сплочения этой команды. Может быть, еще пару слов всем игрокам рынка от вас? Ну, еще, на самом деле, из таких важных, как бы, тем, которых мы тоже обсуждали, это как раз роль совета директоров, потому что это такая надстройка корпоративного управления, которое над компаниями есть. И, в общем-то, вместе с коллегами пришли к выводу о том, что сейчас роль таких людей, которые помогают определять стратегию компании, она, как бы, очень важна, без них никуда. Если даже у компании нету совета директоров, то можно позвать или составить, собрать какие-то такие советы, которые помогают это сделать. Такой короткий, очень небольшой, как бы, борт, который позволяет дальше помогать, потому что, в принципе, всем трудно. Не только там топ-менеджмента, не только генеральному директору, но и собственникам бизнеса тоже, как бы, трудно, потому что трудно принимать решения. Сейчас время очень сильно поменялось. Если в 90-х годах можно было применять решения сейчас здесь одному, то сейчас уже технологии так быстро меняются мир, что применять решения одному невозможно. И нужно, как бы, какую-то иметь для этого команду, на которую можно положиться, на которую можно опереться. И в этом плане, как бы, все средства хороши. И советы директоров, и всевозможные консульционные советы, и дуэт-тайтинг-борд, то есть такой короткий совет директоров. И, на самом деле, чтобы команда была в ресурсном состоянии, вот, чтобы можно было в этом плане, как бы, двигаться вперед. Потому что стратегические сессии, которые делали команду, они хороши. Ну, прежде всего, конечно, надо еще не забывать про себя любимого, потому что существует, на самом деле, вот, в самолетах же все летают. Мы прекрасно знаем о том, что там всем рассказывают. Сначала одень маску на себя, а потом на ребенка. И, наверное, такое ключевое, вот, если генеральный директор или же собственник не в ресурсе, то команда точно не будет в ресурсе никак. Поэтому, прежде всего, в этой ситуации надо уделять внимание самому себе любимому, себя развивать, с собой смотреть, что происходит и как, и как-то себя выводить в ресурсное состояние, а потом всех остальных. Вот мой совет – найти какое-то ресурсное состояние, найти методы, как бы, как можно себя привести в это состояние, чтобы дальше вести за собой всю команду, потому что от лидера очень много влияет. Лучше не скажешь. Спасибо большое за интересное общение и за вашу работу. Спасибо большое. Рад был общаться.